Так хочется сладкого и в то же время хочется красивую фигуру. Делюсь моими секретиками. Всем-всем наши поцелуйчики. Итак, сегодня у нас понедельник. Мало того, что сегодня у нас понедельник, так еще ужасно пасмурная погода, дождливая, холодная. Поэтому мы с вами ведем наш влог. Будет не на нашей террасе, а будет он касаться того, как отучить себя, наверное, от употребления сладкого. Это первое. Во-вторых, если уж очень хочется сладкое, когда его можно поесть? И у меня тут много сладостей. И, конечно, мы все с вами разные. И что бы я хотела сказать? Вот смотрите, кому-то лучше в доме не иметь сладкое. Но для меня наоборот. Для меня лучше сладкое иметь. Я предпочитаю сладкое есть только утром, на завтрак. Девочки, похудеть, в общем-то, это не так сложно. А самое сложное, знаете, что лично для меня, и когда вы, когда вам за 40, а я худела в последний раз, когда мне было за 40, это самое сложное, это удержать свое тело в хорошей форме. Потому что, что влияет на упругость нашего тела? Мы все знаем, что влияет на это коллаген, гиароновая кислота. Но я хотела сказать, что вообще за все это отвечает гормон эстроген. Гормон эстроген, он синтезирует волокна коллагена и также помогает в выработке гиароновой кислоты. Почему у нас становится тряплая наша кожа? Почему появляется очень много морщин на лице? Все, все, все. Изначально смотрите свое питание. Не увлекайтесь. Вы сразу бежите в магазин купить какой-то крем. Но это неправильно. Это все зависит от вашего питания. Если вы едите много нехороших продуктов, все ваши морщины, это зависит от ваших, от инсулина, инсулино-резистентность. Она очень плохо влияет на вашу кожу. Но смотрите, инсулин – это содержание сахара в крови. Но сахар в крови, давайте я вам так буду объяснять не медицинской терминологией, а простым нашим понятным языком. Сейчас очень много диет, и худеть вроде бы очень-очень-очень просто. Но почему я советую именно считать не калории, не просчитывать несовместимость, как несовместимость, либо несовместимость продуктов, а именно советую подсчитывать гликемический индекс продуктов. Потому что от гликемического индекса продуктов и зависит наш инсулин. Потому что мы думаем, что сахар – это только сахар, вот как он есть в чистом виде, да, сахар. Нет, конечно же, сахар – это первое наше зло. Но также белая мука, почему я говорю, нужно брать все мучное. Вообще откройте таблицу «Гликемический индекс продуктов». Она есть на всех языках мира. И вот я лично советую подбирать себе продукты вашего питания, именно опираясь на эту таблицу. Давайте не забывать, что вот этот вот лишний сахар, ваша лишняя полнота зависит не только, влияет не только на вид ваш, но вид вашей кожи, вид вашего тела, но также влияет и на ваше здоровье. А это самое главное. Я вот сейчас с вами хотела бы поделиться, как я научилась с этим справляться. Я безумная сладкоежка, я люблю в красивых коробочках конфетки, знаете, так открыть эту коробочку. Ну, обязательно должно быть все красивое. И советую, если вы что-то себе, вы что-то решили поесть, украсить это очень красиво. Пусть это будет немножко, но это будет очень-очень-очень красиво. Потому что легче всего взять, например, коробку мороженого, да, сесть и съесть эту коробку ненормировано. Поэтому ни в коем случае мы должны взять красивую вазочку, вазочку для мороженого, положить, ну, или чашечку, положить туда красиво мороженое, украсить его, да, чем-то. А сейчас я вас давайте отпущу теперь ниже, и будем разговаривать, я вам покажу, что у меня есть. Поместились, да, мы все в кадр, потом более подробно покажу. Смотрите, есть люди, которым лучше ничего в доме не держать, тем самым уберечь себя от поедания лишнего. Я другой человек, мне наоборот, мне нужно, вот смотрите, я заранее составляю план. Вот, например, мне вечером я зашла и увидела что-то очень-очень-очень вкусное вчера вечером, да, там или днем. Я понимаю, что уже кушать нельзя, так как время для поедания сладостей лучше всего это первая половина дня. Я делаю себе вот такие планы, что тогда я той или иной сладость поем утром. Я покупаю себе сладость, и до утра спокойно, то есть я знаю, что она у меня есть в холодильнике. Главное – это понять, что все, что вы хотите, это никуда не убежит. Это вы всегда сможете купить, и всегда сможете съесть. Вот я отношусь именно к тем людям, у которых это должно быть, если я что-то хочу, у меня это должно быть. Но не факт, что я даже сегодня буду есть, тем более после такой с вами сегодняшней темы. Я говорила, выберите себе раз в неделю, раз в две недели желательно, если вы любите сладкое, такой день, когда вы можете поесть что-то сладкое. Но это не говорит о том, что я съем вот эти вот все профитроли в шоколаде, что я съем вот эту целую. Но я бы съела, в общем-то, одну штучку. Это не говорит о том, что я съем даже, в общем-то, одно целое пирожное, и то я не съем. Я люблю все, знаете, так, попробовать, но все подряд есть я не буду. Я безумно люблю мороженое. Мороженое люблю присыпать шоколадом. Либо, знаете, это грецкие орехи, я их не разомельчила, но обычно я их мельчу и посыпаю тоже мороженое. То есть это все, что приносит мне как маленькое такое удовольствие. Но я этим удовольствием не злоупотребляю. Всегда знаем все во всем норму. И еще мне что помогает, фэшн-тиви. Я очень люблю смотреть. Я восхищаюсь не только моделями, что-то беру себе. То, что я наметила, да, уже то, что мне понравилось, то, что я хочу приблизительно такое же купить и носить, но также восхищаюсь и моделями, девушками, их красотой. И как-то тоже сразу хочется не отставать от них, сколько бы тебе не было лет. Правда? Я, когда худела, я целый год вообще исключила сладкое. Это больше, знаете, видео для тех, кто уже добился каких-то результатов, уже похудел до определенного, добился того, чего он хочет. И еще самое главное, помните, если вы съели пирожное, то 3 километра вы должны будете пробежать. Именно столько калорий содержит пирожное. Я говорю, я раньше ела по воскресенью, потому что воскресенье у меня было больше времени. Я могла больше заняться спортом, больше скинуть все эти лишние калории, то, что я наела. Но так как сейчас, наоборот, субботу-воскресенье сложно в связи с карантинами очень сложно в субботу-воскресенье именно выходить куда-то. Поэтому получается, что вот, видите, сегодня у меня это понедельник. Говорю, самое главное, не переборщите и уже выбирайте то, к какому человеку вы больше относитесь. К человеку, который лучше, если дома у вас вообще ничего не будет, либо к человеку, который дома будет, но я человек сильный, главное у меня есть, но я удержалась и я этого есть не буду. Ну вот, вроде бы все. Ой, девочки, у меня было столько мыслей, столько хотелось всего сказать, но, по-моему, опять я половину забыла. Занимайтесь спортом, следите за своим питанием, потому что нашим детям нужны здоровые родители. Всех люблю, всех целую, всем пока.